Эти кадры Китая не хотел бы показывать внешнему миру перед Олимпиадой. Тысячи тибетцев на улицах кромко требуют свободы. Они размахивают тибетскими флагами и возносят портреты Далай-лама. Некоторые бросают камни в правительственные здания. Волна протестов распространилась далеко за пределы Тибета. Это Сиахе, южная провинция Ганьсу, где половина населения тибетцы. Это ответ вооруженной полиции. Услышав залпы, толпа понемногу расходится. К концу дня протестующих становится меньше. Но волнения продолжаются. Пять минут назад было крупное столкновение между полицией, военными и местными жителями. Полиции предостаточно. Вызвали ОМОНовцев. Их здесь на улице, наверное, уже около сотни. Мы слышали уже несколько залпов. Вооруженная полиция начинает движение по городу. Они движутся вверх по улице единой колонны, прикрываясь щитами. Трудно сказать, что происходит, но они движутся в этом направлении. Китайцы говорят, что согласно истории, Тибет всегда был неотъемлемой частью Китая. Этот монах, чье лицо мы скрыли, утверждает, что тибетская культура подавляется. Молодые люди сегодня начинают выступать за права человека. Мы хотим, чтобы Далай-Лама вернулся. На этих кадрах, сделанных в пятницу, можно видеть, как церемония в монастыре Лабранг переросла в массовый протест. Мы требуем соблюдения прав человека и свободы. Эти требования правомерны. Почему мы должны отказываться от них? Мы все очень напуганы. И дети, и взрослые. Протесты стали привычной картинкой для местных властей. Они начались в столице Тибета, Лхаси, в понедельник, но затем распространились и на другие провинции, где проживает тибетское население. Известно о волнениях в Цинхайе и Сычуане. До последнего времени органы безопасности воздерживались от чрезмерного применения силы. Возможно, они найдут иной способ усмирения демонстрантов в ближайшие дни. Город Саяхер ждет, что истощится первым – гнев протестующих или терпение властей. Я приветствую недавнее заявление китайского правительства, выразившего готовность встретиться с представителями Далай-Ламы. Это именно то, что я предлагал сделать председателю Худзин Тао. Очень важно возобновить диалог, и этот диалог должен быть конструктивным, чтобы мы начали по-настоящему разбираться с глубинными проблемами и законными требованиями тибетского народа. Я по-прежнему надеюсь, что президент использует свое влияние для решения этого вопроса. Мы ждем конструктивной политики, которая принесет результаты для тех, кто сейчас страдает. В войне между репрессиями и свободой, в буквальном смысле выживанием и вымиранием, круг не закончится, пока мы не придем к решению на основе подлинной гармонии и доверия между китайским и тибетским народами. Давайте не будем обманываться коммунистической концепцией гармоничного общества, которое сегодня так пропагандируется. Я знаю, что это совершенно пустой лозунг. Подлинного мира и стабильности невозможно достичь под дулом пистолета. Они пришли из-за гор. Кто в седле, кто пешком. Более тысячи этнических тибетцев ворвались в близлежащий китайский город недалеко от границы. Они призывают к освобождению от китайского режима и от многолетних притеснений, которые они называют жестокими. Протесты такого рода сейчас повторяются по всей стране. Тибетцы требуют вернуть им свободу и их землю. Попытки штурма правительственных зданий предотвращаются применением слезоточивого газа. Около сотни вооруженных солдат вынуждают мужчин и женщин поспешно отступить. Истекая кровью, этот человек говорит, что получил побои от китайских солдат. Толпа перемещается к городской школе, где кочевники срывают государственный флаг Китая и заменяют его флагом Тибета. Ночью накануне монахи местного монастыря и жители получили указание не участвовать в протестах. Кто-то послушал, кто-то нет. Китайские войска разрушили этот монастырь во время первого тибетского восстания 50 лет назад. Его лишь недавно восстановили, но некоторые монахи говорят, что готовы к тому, что его снова разрушат. Духовный лидер призывает к спокойствию и дает беспрецедентное обещание. Если ситуация выйдет из-под контроля, у меня останется один выбор – полностью отойти от дел. Несмотря на глубокое почтение, некоторые молодые тибетцы уже не слишком верят в путь ненасилия. Они хотят бороться за независимость и предупреждают о партизанской войне. Около 20 тысяч тибетцев приняли участие в недавних протестах, и это несмотря на присутствие вооруженной полиции. В маленьком городке, где мы находимся, мы наблюдали прибытие 70 грузовиков с подкреплением. И это еще не все. Стив Чао, Сиу Ти Ви Ньюс, Ланчжоу, Китай.